Складно сказать доброе утро всем из-за того, что мы увидели. Прежде всего, хочу поблагодарить людей местных из Ягодного. Они прошли такие пытки, такой страшный путь, путь героев абсолютных. От детей до людей пожилых, взрослых, разных, которые прошли. А прошли. Я их благодарю за то, что они выжили, смогли дождаться наших воинов. И для того, чтобы рассказать всему миру такую трагедию, которую принесла Российская Федерация. Именно российские военные, именно с их руководством, их президентом принесли на нашу землю. То, что сейчас мы тут услышали. Ну просто трагедия абсолютная. Страдания, пытки, даже просто нечеловеческое отношение ко всему живому. 400 человек в Ягодном. Около 400 человек жили до оккупации. И все люди, 370 человек, были в этом подвале. В подвале меньше 200 квадратных метров. В подвале были 27 дней. Выжили стоя и сидя. 11 человек погибли, к сожалению. И были малыши. Сказали свидетели, что были малыши полтора месяца. И все эти люди каким-то образом в потемках, в темноте абсолютной, жили. Ждали назад Украину. Ждали, писали фамилии тех людей, которые погибли, чтобы их не забыть. С датами, представьте себе. А дети писали строчки гимна Украины. Это так важно, что эти люди выжили. Так важно, что войска наши деокупируют сегодня ежедневно маленькие такие городки, где настоящие герои. Так важно, что сегодня у нас есть наши партнеры. Что они все это видят. Это важно видеть, быть в таких подвалах, чтобы понимать, помогать Украине или думать что-то еще, думать, как найти способ говорить с Российской Федерацией, как так найти дипломатический путь к этим абсолютным убийцам и недостойным людям. Поэтому сегодня вице-канцлер Германии Роберт Хабек и я благодарен за поддержку также Европейскому Союзу. Сегодня Мария тут, генеральный секретарь Совета Европы. И хочу поблагодарить также, кроме наших воинов, всех местных жителей и местную власть. Каждый день в этой оккупации боролись за свою жизнь. Могу добавить только одно. Увидев все это, могу пожелать президенту России провести остаток своих дней в подвале с ведром вместо туалета. Вот, в принципе, и все. Благодарю еще раз Украину за то, что есть у нас такие борцы за жизнь. Слава Украине! У нас!